Проливные дожди размыли грунтовые дороги, а по асфальтированным проезжать к позициям украинских военных на Бахмутском направлении крайне опасно. Листва опала с деревьев, оголив все тропки для воздушной разведки противника. С помощью дронов отслеживается передвижение техники. Огонь могут открыть в любую секунду. Рискуя каждую секунду попасть под обстрел, пробираемся на позиции украинских артиллеристов. Сейчас отработала гаубица М-37. Парни отрабатывают позиции противника, используя это вооружение, которое прислали из Великобритании. И говорят, что это довольно эффективно против российских оккупантов. Это позволяет хорошо отрабатывать по их позициям, довольно точно. И вот сейчас мне опять наводятся на цель. Она точная. На ней лучше, конечно, работать. Евгений служит в рядах ВСУ с 2015 года. Дополномасштабного вторжения России на территорию Украины был наводчиком. Потом прошел курсы в Германии и стал командиром гаубицы. Как нам говорили, мы их курс в полгода выучили за шесть дней. То есть мы были на учениях шесть дней и вернулись. Эта пушка отличается точностью. И она намного легче тех, что у нас были. До этого у меня пушка весила 10 тонн. Если брать эту, то на ней намного проще работать. Это весит 4 700. Почти в два раза легче. Вес влияет на расчеты, скорость сборки, разборки пушки, готовность к бою. Дмитрий прошел 21-дневный курс обучения для пехотинцев в Великобритании. Говорит, украинцы и сами после войны смогут стать отличными инструкторами для армейцев из других стран. Воюя с так называемой второй армией мира, приходится совершенствоваться на ходу. Было интересно перенять их опыт. Там много чего устаревшего. Сейчас так уже не выйдет. Поступает команда в укрытие. Вместе с бойцами покидаем позиции. Уже в более безопасном месте знакомимся с 55-летним Анатолием. Он связист, говорит, на войне своих лет не чувствует, потому что знает, что приближает освобождение своей родины и дома, который сейчас находится под российской оккупацией. Рассказывает, после того, как освободит родной город, первым делом сделает ремонт. Ведь прикасаться к тому, чем до этого пользовались россияне, не хочется. Когда началась война, я был в Чугуеве. Когда началась война, я был в Чугуеве, на полигоне. Мы как раз за сутки до этого приехали. Через некоторое время узнал, что мой город оккупирован. А потом родня выбралась, слава богу, успешно. Военком наш переметнулся на сторону оккупантов, сдал списки личные дела. В апреле мой товарищ. Также со мной служит в бригаде. Мы соседи. Узнал, что к нам наведались с обысками. Перевернули всё. А в июне через других людей узнали, что в моём доме уже живут. Потому что им страшно жить по школам, по общежитиям. Туда стали прилетать хаймерсы. Россияне активно распространяют фейки о том, что полученное вооружение от европейских партнёров Украина продаёт. Рассказываем об этом военнослужащим, которые работают на гаубице М-37. Военнослужащие признаются, что с европейским вооружением сдерживать противника гораздо проще, нежели в начале полномасштабной войны, когда на вооружении было лишь советское наследие. И очень просят не прекращать поставок техники и боеприпасов. Это даст возможность вернуть территории, отстоять независимость Украины и защитить её европейское будущее.